Здравствуйте! Уже несколько дней пишу обращение ко всем читателям и переделываю его. Окончательный вариант сейчас прочитаю. Считаю, что важно, чтобы с ним ознакомились как можно больше людей и помогли в организации фестиваля. Сейчас прочитаю. Многоуважаемые друзья и единомышленники, многоуважаемые потому, что вас много и потому, что вы заслуживаете многих уважений. Наше движение «Звенящие кедры России» продолжает год от года усиливаться. На сайте «Анастасия.ру» вот уже на протяжении 10 лет регулярно появляется информация о формировании новых групп создателей поселений, состоящих из родовых поместьй. А в тех поселениях, которые сформированы несколько лет назад, уже рождается новое поколение. В поселении под городом Владимиром за 10 лет родилось 39 детей. На международном портале «Анастасия.ру» в разделе «Знакомств», который называется «Жена-богиня», разместили свои анкеты более двух тысяч человек. Одной из главных целей своей будущей семьи люди указывают в создании родового поместья. А это означает, что у людей действительно серьезное намерение создать семью, в которой навечно будет жить любовь. И будут рождаться здоровые, талантливые и счастливые дети. Будет преемственность поколений в процветающей стране. В последние годы движение «Звенящая кедра России» стало значимым. Оно стало значимым явлением не только среди читателей, но и среди властных структур. Приняты законы о родовой усадьбе в Белгородской и Брянских областях. Сейчас закон о родовых поместьях внесен в Государственную Думу Российской Федерации. И уже на осенние сессии будет рассматриваться в первом чтении. В сентябре 2013 года Министерством юстиции Российской Федерации официально зарегистрирована родная партия. Хороший год. Особенный. Этот год отмечен и многими культурно-массовыми мероприятиями, инициаторами которых становились строители родовых поместьй из разных регионов России, Белоруссии, Украины. И сейчас проходит ставший уже традиционным фестиваль в городе Геринжике. Геринжике, о котором говорила Анастасия, что он будет богаче Иерусалима и Рима. Но есть одно особенное мероприятие, титульное. Это Московский международный фестиваль «Звенящие кедры», который состоится 26 октября 2013 года. Он проводится не только ради приятного общения между собой строителей родовых поместьй, ради прекрасных песен и новых знакомств. Одной из основных задач Московского фестиваля является показ власти и общественности значимости движения «Звенящие кедры России», значимости его задачи, установление диалога со всеми ветвями власти, тем самым оказание помощи в организации поселений в регионах. На этот фестиваль приглашаются представители всех фракций Государственной Думы Российской Федерации. Во многом от того, как мы представим на этом фестивале поселение, состоящее из родовых поместьй, зависит судьба закона. Предлагаю во всех поселениях, состоящих из родовых поместьй, провести собрания, решить вопросы по оформлению информационных стендов поселений, оказание в том числе и материальной помощи своим делегациям. Билеты на фестиваль – это форма его финансирования. Оно должно быть народным, а не проплаченным кем-то из зне. Я обращаюсь к предпринимателям движения «Звенящие кедры России» оказать посильную помощь в проведении мероприятий, связанных с фестивалем, автопробегу и митингом, который состоится в Москве 25 октября 2013 года. Я обращаюсь ко всем организаторам региональных мероприятий подключиться к проведению фестиваля. Сейчас в городе Геленджик на Возрождении проходит фестиваль, он каждый год проходит, и каждый год собирает большое количество читателей. Предлагаю его организаторам собрать круг и поговорить с людьми, как наиболее эффективно провести московские мероприятия, как принять в них участие. Также приглашаю принять участие в фестивале друзей из Белоруссии, Украины, Казахстана, всех стран СНГ. Фестиваль «Звенящие кедры», митинги, автопробег – это удобный случай показать общественности и прессе, кто мы на самом деле, опровергнуть клеветников. Принять участие в этих мероприятиях должен каждый. Кто-то непосредственным участием и выступлением на фестивале, кто-то финансовой поддержкой своих делегатов. Пусть наш фестиваль станет праздником, поистине народным. Фестиваль, который будет проходить в ЦСКА – это наше общее титульное мероприятие. Оно важно. Буду рад с вами встрече на фестивале. В интернете уже опубликован сценарий, как будет проходить фестиваль. Я просто расскажу вам о той картинке, которая будет на Манеже. В этот раз организаторами запланировано, и мне кажется, здорово придумано, разместить стенды всех родовых поселений, принимающих участие в фестивале, не в фойе, а прямо на Манеже, вокруг главной сцены. Каждый зритель, сидящий на трибунах, будет видеть эти родовые, стенды этих родовых поселений. В перерывах каждому могут подходить журналисты, депутаты, общаться. Вы должны у своих стендов поставить людей, которые могут рассказать о вашем поселении. Также поселениям, может быть, не всем, но десяти, примерно, может быть, больше, будет даваться по 10-15 минут выступления на главной сцене. Пожалуйста, можете подготовить небольшой рассказ о своем поселении, может быть, даже в художественной форме, или спеть песню, у кого она есть. Может быть, о своем поселении, а может быть, любую другую, которая вам нравится. Я думаю, что у нас в этот раз должен получиться веселый, значимый, полезный праздник во всех отношениях. До встречи на фестивале. А вот сейчас вы находитесь в моем кабинете, где я работаю. Вот эта картина сзади меня, это мама и отец Анастасии. А картина, вот где стоит оператор, можете потом ее показать. Это про мамочка Анастасии. На противоположной стене это Анастасия. Ну, а еще в той комнате две картины с выставки. Ну, это я так, в качестве отступления. Да, стол вот этот, это очень интересный стол, сделан полностью из кедра новосибирским мастером, великим мастером. Вот это он же сделал статуэтку Анастасии. Довольно интересная работа, я уже о ней рассказывал. Она вот так вот делается. И когда мне ее прислали, то я так смотрел на нее, смотрел, показал, показывал другим мастерам резьбы по дереву. Они говорят, да, работа, какая серьезная работа. А здесь, видите, очень мелкие детали. Вот шишка. Очень интересная работа. Ну, вот здесь знак, звенящие кедры России. Я говорю, да, хорошо, спасибо. Ну, по телефону. Мне говорят, да, а как вот сама Анастасия? Я говорю, как, ну вот ее же здесь нет. А, мне говорят, так а вы откройте его. И вот я открыл и увидел сидящую на пеньке Анастасию. Ну вот, до встречи на фестивале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok